Для начала представлюсь тем, кто меня, может быть, еще не знает в этой моей ипостаси, а именно в настоящий момент я преподаю сербский и хорватский языки в Российском государственном гуманитарном университете, а также историю культуры Хорватии, истории южнославянских литератур и некоторые смежные курсы. И сегодня речь пойдет о современном состоянии языков на штоковской основе, то есть, говоря иным, может быть, более понятным части аудитории языком о сербско-хорватском вот этом идиоме, языке, комплексе, который включает в себя ряд других идиомов, не очень понятно пока каких, но попробуем разобраться, и о том, как же нам подобные языки или подобный язык представлять нашей аудитории, нашим студентам. Прежде всего, конечно, речь идет о студентах-словистах и студентах-филологах. Собственно, большинство преподавателей хорватского, сербского языков в России, конечно, имеют свою точку зрения по поводу того, один это язык или несколько, но, тем не менее, сходятся в том, что уже на уровне бакалавриата, для того, чтобы студенты наши были впоследствии конкурентно способными и востребованными на рынке труда, что студентам необходимо владеть как минимум обоими литературными языками, то есть, как минимум, одним активно сербским или, соответственно, хорватским, который преподается у нас в качестве основного языка в РГГУ, и остальными, как минимум, двумя пассивно, то есть, с возможностью быстрого перехода на активный уровень владения в случае необходимости, то есть, в случае работы в стране или работы с носителями этих иных языков или идиомов. Что касается черногорского и боснийского, то речь идет о крайне неустойчивой норме, так называемые языки в стадии формирования, да, для черногорского это пока так, боснийский, в общем, уже, или башнякский, вопрос о том, сформирован он, сформирован ли стандарт или еще нет, тоже некоторые, такое остается проблемной областью. Да, в Европе, безусловно, признано четыре языка, сербский, хорватский, боснийский и черногорский, в то время как в России пока еще наша общественность признает единый язык, сербско-хорватский, и дальше как называть вот те его четыре составляющие, об этом тоже споры некоторые ведутся, и коротко сейчас первая часть моего выступления будет посвящена тому, все-таки, как же нам быть с этим конгломератом. Пожалуйста, первый слайд. С одной стороны, нет никаких проблем со взаимопониманием, это утверждают и сами носители, называя, иногда избегая самих названий, сербский, хорватский и так далее, язык, и говоря либо наш язык, либо нашки, даже в таком немножко ироническом контексте, материн или материнский язык, или язык на штоковской основе, то есть язык, кодифицированный на штоковской основе, и подобную формулировку я встречала даже в программе конференции, когда в качестве всех официальных языков конференции были заявлены все языки на штоковской основе, дословно, свои языки на штоковской основе. И что за этим стоит, каждый из участников конференции, в которой были и сербы, и хорваты, и босницы, и черногорцы, уже для себя определял сам. Им такую свободу в данном случае давали. И следующий слайд, пожалуйста. Яркий пример, конечно, который очень любят приводить. Это сигаретные пачки в Боснии и Герцеговине, на которых на трех языках обязательно, так же, как вся документация в Боснии ведется на трех языках, и три языка являются официальными. Языками этого государства обязательно должно присутствовать предупреждение о том, что курение вредит вашему здоровью, курение способствует этому самому удару, вызывает всякие болезни. Надписи абсолютно идентичны, и по сути никакой необходимости, поскольку сербы все обязательно владеют и латиницей, и кириллицей, никакой необходимости в трех этих надписях, конечно же, нет. Попытки искусственного разделения вызывают смех у носителей. Следующий слайд, пожалуйста. Известная передача еще югославских времен, топ-листа над реалиста, которая высмеивала разнообразные различия и то, что к ним серьезно, действительно, совершенно невозможно относиться. Следующий слайд, пожалуйста. Попытки лингвистов искусственно разделить, например, сербский и хорватский варианты. Прошу в данном случае не цепляться к формулировкам, потому что в данном случае я беру на себя роль некого научного актера, который представляет нам и защищает позицию, что сербский и хорватский язык – это один язык, и все остальное, все его составляющие – это варианты. Конечно, термин этот абсолютно некорректен, но, скажем так, стоило его, наверное, взять в кавычки. Попытки лингвистов искусственно разделить языки вызывают смех, отрицательную реакцию у носителей, в частности, конкурс на хорватское слово, которое должно заменить слово с латинским, с английским корнем, или же сербское слово. Сэбич, как селфи, какая-нибудь подземница вместо метро, какой-нибудь осладак вместо десерт, затипак вместо типфеллер, вместо опечатки и многое-многое другое. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, очень мало носителей хорватского, боснийского и черногорского языков, если мы признаем их языками, которые могли бы естественным образом следовать литературному стандарту. Собственно, они не знают, что такое стандарт, даже после школ, и для них этот самый стандарт является противоестественным. Вот ярким примером первым является моя подруга-филолог-каратист, которая многие годы, даже десятилетия, занимается переводом английских сериалов на хорватский язык. Каждый раз она свой текст обязана сдать, абсолютно грамотный человек-каратист, я повторяю, сдать редактору, который правит в этом тексте слово буквально в каждой второй строчке. Она каждый раз хватается за голову, половину этих слов она не слышала вообще никогда в своей жизни, с другой половиной этих исправлений она согласиться никак не может. Дальше они приходят к некому консенсусу, и всё это идёт в средства массовой информации. Потом, да, и на этих текстах, на этих титрах учатся новое поколение детей в том числе. Вторым ярким примером является мой опыт, сейчас я в сентябре сдавала на сертификационный уровень С2, хорватский язык в Загребе, и взяла несколько занятий с преподавателем из лингвистической школы, с школой, в которой я это делала, и очень многого узнала не только я, но и знакомые мои хорваты, в том числе и кроатисты, про то, какие слова, оказывается, лучше не употреблять на экзамене ни в коем случае, потому что они могут быть маркированы в качестве слова, принадлежащего другому языку, но прежде всего речь о сербизмах, конечно, шла. Я преподаю и сербский, и хорватский язык активно в течение достаточно долгого времени, и там существовали вещи, о которых не то, что я не подозревала, но которые, в общем, для носителей являются совершенно чудом чудесным, что это уже, значит, употреблять в литературной норме нельзя. Ну и подобных примеров тоже из моей жизни много, не будем их сейчас все приводить. Следующий слайд, пожалуйста. Да, собственно, для лингвистов самым важным здесь, самым важным пунктом является то, что у этих литературных языков одна диалектная основа, то есть одинаковая кроматика, расхождение здесь крайне незначительное, фонетика – основной лексический фон, в отличие от диалектов или наречий, как термин, который принят в сербском, хорватском и так далее языках, или идиомах, да, чаковском и кайковском, или тарлакского диалекта сербского языка, на котором, возможно, в ближайшее время будет кодифицирован гаранский язык, не знаю, еще на нашей памяти или уже нет. Яркие примеры других народов – немецкий, в Германии, Австрии, Швейцарии, которые различаются намного сильнее, чем сербский, хорватский, и черногорский, боснийский, диалекты итальянского, взаимонепонятные, английский, да, опыт Испании, испанский и латиноамериканский. То есть для многих, в том числе исповедующих точку зрения, что сербский, хорватский язык – это один язык, причины разделения языков выглядят искусственно, надуманно и являются, собственно, вопросом даже, можно сказать, политического выбора, а не внутрилингвистическим вопросом. Кроме того, разделение языков приводит к сегрегации в школах, да, когда мы вынуждены иметь сербский, хорватский классы в Хорватии, до сербского, черногорского класса в Черногории. Это люди, которые говорят, в общем-то, на одном языке, абсолютно полностью друг друга понимают, здесь нет никаких проблем, и вынуждены учиться отдельно и не могут общаться друг с другом в естественной среде. А вот дальше, следующий слайд, пожалуйста, а вот еще у нас список сводыша, но про список сводыша, кто из вас знает, тот, да, в курсе проблематики, неких 100, в расширенном списке 300 слов, таких по мнению этого самого сводыша, самых частотных, которые, да, в кратком списке 100 слов полностью совпадения, в списке 300 слов только два несовпадения, и то они на каком-то 286, по-моему, и каком-то 290 каком-то месте. Да, дальше можно, вот, а теперь, если мы признаем сербский, хорватский, боснийский языки как разные языки, и черногорский язык в стадии формирования, который скоро тоже будет кодифицирован. Следующий, пожалуйста. Да, и можно следующий сразу. Вот я показываю эту надпись и спрашиваю, можем ли мы прочитать это слово. Вот в моей группе из 19 студентов оказалась одна девочка, которая изучала корейский, и которая с трудом через некоторое время это слово смогла прочитать. Это слово «собака», это слово русского языка. Предыдущий слайд, пожалуйста. Вот примерно так же на эту надпись, примерно так же на кириллицу реагируют многие хорваты. Это так, и кириллица в поколении моложе, скажем так, 40 лет, практически полностью забыто или является, ну, в общем, абсолютно неактивным таким, скажем, знанием, которое утрачивается и которое не востребовано совершенно. Да, следующий, пожалуйста. Социолингвистические критерии, которые, собственно, заставляют учёных говорить о нескольких в данном случае языках. То, что языки кодифицированы, кроме черногорского пока, насколько мне известно, опять сейчас новая волна споров о том, сколько же букв в черногорском языке. Естественно, здесь споры между Никшичем и Цейтине, водительща Ж и так далее, но это отдельная история. Международное признание, кодификация, учебники, над которыми хорваты очень активно работают, их очень много, грамматики, словари и всё такое прочее, и прежде всего, конечно, СМИ. То есть будут ли важны причины разделения языков для поколения через несколько десятилетий. Или им будет всё равно, или им будет важно, что слушаю носителя другого языка и что-то не понимаю, а какие-то, прежде всего, это область терминов, в какой-то области это действительно будет составлять серьёзную проблему. То есть язык – это социальный организм, и влияние на него исторических и политических обстоятельств вполне естественно. Здесь, опять же, если интересно, да, спасибо, можно привести опыт таджикского и курситского, румынского и молдавского, и так далее. Дальше, пожалуйста. Да, дивергентные процессы, экстремальный языковой пуризм. Хорватский язык является одним из самых пуристических, пуристичных языков в современном мире. И здесь, конечно, для наших студентов, носителей русского языка, очень большая проблема заключается в том, что наш опыт как носителей русского языка в плане языковой стратегии совершенно другой. Русский язык совершенно, скажем, по сравнению с хорватским, поверьте мне, без проблем принимает новые слова и принимал их всегда, и затем оставлял себе то, что нужно, и отбраковывал то, что ему далее не потребуется. А в хорватском всё время приходится, особенно эта проблема на начальном уровне, делать оговорки, что да, вот это слово вы встретите, а вот это слово у нас написано в учебнике потому-то и потому-то, а через несколько страниц в том же учебнике написано другое слово, и это не ошибка, и это тот же язык, и так далее. Дальше, пожалуйста. Да, про трудности с пониманием терминологии, тенденции к расхождению языков я сказала, хотя здесь одновременно и конвергентный, и дивергентный процесс. То есть, с одной стороны, существует всё равно некая югосфера, в которой есть общий интернет-пространство, и сербские СМИ ориентируются на то, чтобы выходить на латиницы именно для того, чтобы быть понятными и хорватам, и Боснии, и Герцеговини, и Черногории, и так далее. А с другой стороны, опять же, если посмотреть на статистику, за последние пять лет Хорватия потеряла из пяти, более чем пяти миллионов человек, потеряла почти миллион. Сегодня хорватов у нас четыре с половиной миллиона, а ещё пять лет назад их было пять с половиной почти. Почему? Потому что самые молодые, образованные, открытые, да, всё, я заканчиваю, открытые в Европе молодые люди уезжают. Из Хорватии, да, буквально, ещё один. Ага, ну да, и опять же, поле для дискриминации, не признание языков, такое же, как и признание языков. Почему? Потому что сербские дети обязаны учиться в Хорватии в хорватских классах, учиться по хорватским учебникам, и не имеют права на свои собственные учебники, что, в общем, тоже является некой проблемной областью. Два слова я могу сказать, буквально всё, с презентацией мы заканчиваем. Ну да, про список сводыша не буду уже. Что нам делать с нашими студентами? В чём, собственно, я вижу свою какую-то практическую задачу. В данном случае не убедить их в том, что сербский и хорватский – это один язык, и черногорский и боснийский, или в том, что это совершенно разные языки. Но научить их, во-первых, компетентно рассуждать об этой проблематике, которая, как я представляю себе, на нашей памяти решена до конца, а так и не будет, а может быть и в очень нескором времени будет решена. Позволять им избегать конфликтных ситуаций на практическом уровне. И также всегда, конечно, помнить о том, кто перед нами. То есть если перед нами слушатели языковых курсов, им практически важно в Черногории, не знаю, общаться там на сербском, если кто-то вышел замуж в Боснию, в федерацию, предлагается хорватская норма для изучения. А для студентов-словистов, особенно если, как у меня, например, сейчас четвёртый курс, богемисты, они владеют чешским языком, они знают всё про рефлексы ятя, они изучали старославянский, они абсолютно компетентные словисты. Сербский язык предлагать им, конечно, вот в том разнообразии этих языков, да, сербско-хорватский, в котором это существует. Мы берём разные тексты, слушаем разную музыку, фильмы и так далее. Да, придётся мне на этом, к сожалению, закончить, хотя сказать ещё есть много. Спасибо. Можно ли сказать, что вот на уровне такого научного консенсуса, то есть люди, которые занимают, ну, которые владеют языком практически, лингвисты-словисты, которые занимаются языком, что они по-прежнему считают все вот эти четыре языка одним, или это очень сильно зависит от страны, то есть вот у нас в России скорее люди больше говорят, сербско-хорватский, там зависит от того, какой страны у Хорватии нет, в Сербии, да, на Западе они, на Западе я не знаю. Да, признают четыре языка, в общем, без оговорок. Существует ещё лекторат, конечно, с которым у нас в стране, в общем, до сих пор есть некоторые проблемы, то есть у нас нет компетентных филологов черногорцев и боснийцев в стране практически совсем, и поэтому эти нормы не могут преподаваться носителями языка, скажем так. И опять же, в основном преподаватели, которые работают с этими языками, это всё равно владение такое активное двумя нормами, сербской и хорватской, боснийской и черногорской, на уровне мы можем взять текст, мы можем вместе на него посмотреть, опять же, филологи-словисты одним образом, под одной призмой, не филологи на языковых курсах, например, под другой призмой, но вот такого активного практического выхода преподавателя, не просто кого-то, кто жил в Черногории, что-то где-то понахватался, а компетентного филолога, преподавателя, ну, это редкий случай, если это бывает. И еще, на уровне количества различий между языками для разговорной речи, насколько уместно сравнивать ситуацию с четырьмя, с советскими языками, с русским, украинским и белорусским? Нет, неуместно абсолютно, потому что украинские и белорусские самостоятельные языки уже давно никто не оспаривает их самостоятельность, и они кодифицированы на другой диалектной основе, чем русский язык. А эти языки на штоковской основе кодифицированы на одной диалектной основе. В принципе, дальше можно ничего больше не говорить.